Сергей Егорыч, сегодня мы с вами пропасли коров и овечек. Я-то хватил, думаю, все дни вы тут будете, ну, лишь бы ворковку убрать. Но получилось так, что я пошел сегодня и отказался. Я говорю, она видит плохо и это очень рисково. Там и в лес, и в траве, и потерянная овечка ляжет, ты ее не увидишь. Она обьягнулась, она пропала. Корова легла, залегла, отелилась, ты ее не видишь. И ничего особенного нет, многие люди не видят. Ну и занимаются таким делом. Вот ваше впечатление за прошлый день, вы со мной пасли, вы под пасток. Я сказал, в день платят 500, значит, я 40-300 беру, а вам 200 рублей за день. И полторашку молока пополам. Принимается. Все так. Я только так уже надумал, как получу 300, я их тут же вам благословляю на дорогу. Это мне нужна эта история. Я, в свою очередь, это пожертвую на наш Свято-Анфиманский храм. У меня такое право есть, я могу им остаться. Не нуждается, не в общем дело-то. Не нуждается. Я это отказываюсь, не надо. Это счет моей десятины. Это дальше где-нибудь. Здесь мы не нуждаемся в этом. Потерянка вполне разожиточная. И храм обеспеченная, и все. А вы путешественник. Так, все. Давай, рассказывай, как мы выгнали, и как ты согласился, и как день прошел. Не забывай, что ты был рядом со мной, и я тебя пилил целый день. Ну, первое. Я рассчитывал, что, возможно, буду пасти хотя бы один день коров, если получится. Ну, как видите, у меня этот момент оказался не слишком успешным. Потому что, чтобы быть пастухом, нужно иметь отличное здоровье, в том числе и зрение. Быть внимательным. Это не так просто, что мы смотрим по телевизору, смотрим кино, как пастухи машут кнутами, поют песни, в дудочку играют и так далее. Это тоже ценная наука, о которой мы, городские люди, конечно же, не знаем. И имеем самое поверхностное представление. Но я был восхищен тем, что у вас диапазон знаний. Вы не любите, когда вас хвалят. Ну, что есть, то есть. Вы сельский житель, вы знаете все азы этой науки. И не только как коровкости. Как садить огороды, как растить. В конце концов, как пруды делать, пилотины перегорождать. Я восхищен тем, что Господь людям дает дары. Ну, одним дает он пять талантов, другим дает два таланта. Ну, да Бог мне иметь талант и не закопать его. Поэтому я стараюсь многому у вас научиться, хотя и мои года позже подходят под шестой десяток. Значит, первое, с чем я был удовлетворен, это тем, что во мне обнаружились такие черты характера, на которые я раньше внимание не обращал. И они вскрылись. Первое, это когда тебе нужно что-то ответить прямо, а ты начинаешь, скажем так, искать варианты, когда можно ответить на поставленные вопросы косвенно, непрямо. И, как бы сказать, смягчить свою ответственность. Ну, своего рода хитрость. Оказывается, у меня она тоже есть. Вот. Для того, чтобы не быть таким вот, ну, не выглядеть, ну, круглым, скажем так, профаном в деле, в котором ты толком не разбираешься. Сделать вид, чтобы что-то, что-то ты знаешь и что-то там предполагаешь. Поэтому, знаете, все эти вот тонкости, все эти вот хитрости, вы мои сразу обречили. И за это я благодарен. Нет никаких, не должно быть никакой пощады к нашим недостаткам. Если их смотреть на них не замечая, они просто-напросто укореняются. Ну, видимо, настал такой момент времени, когда мне нужно тоже расти над собою, и сегодня я этот курс тоже прошел. Я много узнал, общаясь с вами, и о природе вашего края. Вот. И о природе животного мира. Допустим, то, что для меня, казалось бы, ну, вполне таким явлением, малозаметным, для вас это имеет значение. И я тоже об этом узнал. Вот те же самые коровы. Ну, сегодня я пас коров, поэтому для меня это тема номер один. Оказывается, у них тоже своего рода мудрость коровья. Ты наблюдаешь за ними, а они наблюдают за тобою. И как только ты теряешь бдительность, какая-нибудь приводительная корова непременно этим используется. И тут же незаметно для тебя умыкнет так, что ты ее не заметишь. Было в этом случае потешно. И тут уже ты начинаешь, ну, как скажем так, возвращать этих бодривых животных в стадо. А тут тоже требуется наука, как к ней подойти, с какой стороны, чтобы она, так сказать, не побежала дальше, завернуть ее. То есть, все эти тонкости кристианской жизни тоже нужно знать, если хочет жить в селе. Мы должны быть ко всему готовы. И поэтому эту науку нужно проходить, ну, скажем так, ну, каждому человеку, который сталкивается с сельской жизнью. Потому что нужно быть все время помощником кому-то. И чтобы это сказать, не начиная все с нуля, эти знания тебе должны быть. И эти знания здесь получил. Собственно говоря, я за этим сюда и приехал, чтобы меня немножко так перемолоть, перетереть, отсеять преблы от зерен, чтобы остались озерны. Никто со мной в моей жизни не так предметно не занимался и не работал. Я смотрю многие видеоролики, на которых воспитываются, и я воспитываюсь, и зрители воспитываются, и непосредственные участники. Но я фамилии назвать именно не буду, потому что они все на... они все известны, кто смотрит видеоролики с потеряемки. Вот. Теперь в роли, так сказать, одного из героев, которые учатся, и на примере моем тоже, я думаю, так будут люди учиться, оказываюсь я. И я очень этому рад и благодарен, что создаются такие условия. У меня много родней, много родственников, но почему-то приезжать хочется именно сюда. Хотя я знаю, тут не мед, тут не сладко, тут надо трудиться. Тут можешь получить, так сказать, ну, отеческий словесный удар, такой нелесоприятный, но он полезен для души. И я себе пользуюсь. Дальше. Дальше. Вот говорят, рад бы в рай, до грехи не пускают. Ну, было бы я желание и дальше, так сказать, доказать или показать, что я способен делать, казалось бы, простую работу, пасти коров. Но не тут-то было. Для того, чтобы реализовать это желание, нужно быть уверенным в том, что ты своим желанием пасти коров не причинишь людям вреда. Я вот сегодня заметил, что с возрастом я потерял зрение. Ну, я-то вижу тучи, солнце, деревья вижу, но надо иметь зоркий глаз. Допустим, маленькие овцы, они порой прячутся в траве, тут трава высокая. Вот, всякое может быть. Это хорошо, что они держатся стадно и как бы на другой. Но ты же не будешь постоянно за ними смотреть, если другие животные, за которыми нужно присматривать. В конце концов, ты отвлекаешься. И бывают такие моменты, когда ты можешь не уследить. И тут уже ты никак не оправдаешься, причинив людям ущерб, что они потеряли животное, а ты это не заметил. Ушла корова, ты этого не заметил. Потому что у тебя, видите ли, зрение не позволяет различить вовремя уход этого рогатого скота из стада. Ну, такие моменты возникают. Поэтому тут, конечно, нужно иметь и не только желание, не только внимание, но еще элементарное зрение. Я, конечно, восхищен, что, восхищен людьми, которые, зная, что им придется много работать глазами и за книгами, и за техникой компьютерной, думают о том, как сохранить в этих условиях свое зрение. Какие нужно употреблять продукты питания. Ту же самую простую морковку. Я ей часто пренебрегал. Это витамин А, каротин. И, в конце концов, получилось то, что получилось. Что по глазам, по зрению, по этому моменту, я, так сказать, пастухи не горжусь. Ну, я и на много чего не горжусь. А вот помогать, помогать я могу еще, слава Богу, и не отказываюсь. Так что, если будут какие-то предложения со стороны наших жителей, потерянки, быть подпаском, не пастухом, а помощником, ну, на это я, так сказать, пойду. Как вы сегодня, я гляжу, вы такой грязный, еще такой, корова, говорит, убежала. Я сказал корову, чтобы никуда не выходила, а корова как сдуревшая. И она от вас залезла в пруд, и вы прыгнули на кочку, выгнать ее, и не получилось, упали. Да, это, знаете, как получается, вот, бывают такие вот дети, вредные, вот они показывали, какие-нибудь чертики, крути там пальцами, а ты не можешь никак к нему подступиться, никак не можешь его поставить на место. Хочешь, а не можешь. И вот так же самое с этой коровкой получился. Одно дело, когда она убежала в лес, ты ее быстро нашел, вернул, а другое дело, когда она убежала попить воды. Ну, так попила воды, что... Воду. Что болезла в воду, поставимая брюхо, вот, а ты думаешь, как же ее в стадо-то загнать, они же должны в бесе-то находиться. И пока я загонял, ну, и сам искупался немножко, а потом вспоминаю, я из этой овцы, я из этой овцы, могу потерять все стадо. Оно возьмет и куда-то уйдет, пока я буду за это гоняться, из изображения дурочки. Ну, я тут вспомнил одну притчу, которая, поверь, написана на одном завете. Когда потерялась овца, то пастух непременно оставит стадо и найдет, пойдет искать ее. И потом придет с этой найденной овцой и расскажет, как я ее нашел. Ну, вот так вот хотел я эту корову найти и привезти в стадо, но, видите, не получилось. Наверное, все-таки это не отца было, а нечто другое. Поэтому тут пришлось мне сделать такой выбор. Или сохранить, посмотреть за основным стадом, и имея в виду эту корову, находящуюся в водоеме, на водопитии. Ну, в конце концов, она сама вышла, и мне не надо там даже и было, и за ней гоняться. Вот такая ситуация. А когда вышел, сдаю этих коров уже нашим жителям и рассказываю об этой истории, то мне одна женщина говорит, я это, говорит, не первый раз, они сами потом выходят к основному стаду, потому что они отдельно от стада не пасутся. Но все-таки разные случаи бывают. Смотрю на них, одни вместе держатся, но непременно, вот и говорят, в семье не без урода. Находится какое-нибудь животное, которое само по себе побежало, а за ним другие пошли. Вот. И начинаешь, так сказать, управлять этими животными. Сильно устали? Ну, в общем-то, я рад тому, что мне пришлось позаниматься физкультурой. Во-первых, нужно было делать коробки пробежки по траве с препятствиями. Вот. Это мне нравится, потому что развивается сердечно-сосудистая система. Вот. Тренируешься, тыщешь воздух. Это физкультура, причем полезная во всех отношениях. Одно дело, когда ты просто гири поднимаешь, бегаешь, прыгаешь, а другое дело, когда ты при этом еще пользу приносишь людям. Поэтому я говорю, тем, что я хорошо побегал, пропотел. Вот. И не потерялось ни одно животное. Я благодарю, что попасли вместе. У меня претензий к вам никаких нет. Я утром сказал, что будет пассивно или еще, а сейчас поехал, сказал нет. Этого я допустить не могу, потому что, ну, видите, началось еще там, на том озере, сто метров, и три, трижды вам пришлось. А первую видишь, вторая, там, 15 метров, уже вы ее не видите. Опять. Я говорю, еще машу, еще там дальше две коровы. Тогда вы пошли, тогда, да. Трава высокая, видимо, вам сливается. Это я думаю, ой-ой-ой. Никак. Ну и ладно, во славу Божию. Не жалеешь, что пошел пасти? Нет. Нет. Больше меня еще не интересует так. Вот. Ну, все остальное пережито уже. Побегали. Я говорю, после обеда, я только консультантом был. Инструктором. А уже бегать я нигде не бегал. Отставал, вам эту возможность давал. Видите, как. Куда повернуть? Вот направление, я уже несколько раз говорю, туда. Вы намного больше берете, они почти перпендикулярные. Ну, то есть, надо чувствовать по одной корове, на сколько градусов ее разворот дать. А они, знаете, вы опять бежите вокруг, опять с этой стороны толкнули, а я повернули уже туда. А нам все время надо туда. Но все-таки мы прибыли туда. Где это поле, я посмотрел, и в лоб спустился. Вот это, как у вас называют, по-другому лох. У нас его не называют лох, у нас называют ложбина. Да, это нет. У нас тоже есть ложбина. Ложбина – это понижение. А лох – это точно берега. Это как будто прошла река и высохло русло осталось. У нас в Донецкой области таких географических явлений нет. Поэтому нигде не называем мы такими словами. Просто нет, нет и поэтому не называйте. У нас каньона нет. А есть такое выражение, вот в Америке, каньон. Такой провал в скалах. Все на этом. Еще, значит, тоже сказать вот что. Вчера я занимался обтесыванием коры с дерева. И был тоже под вашим наблюдением. Потом вы начали этой работой заниматься. И у вас работа пошла гораздо быстрее, чем у меня. Вы сказали одно слово. Твои движения не являются точными. Ты делаешь несколько движений там, где нужно делать одно. Поэтому я рад, что вы в своем возрасте, 79 лет, по-прежнему умеете делать то, что делает вам честь. Да это честь, я не о чести думаю. Скорее закончить. И поэтому первым делом я обрубил стучки, затесал, чтобы ни где не было. Дальше нож, стесывай столько коры, а потом переворачивай. И где уже у меня было, чтобы нож захватил, перелетел и следующее. То есть движения должны быть абсолютно точными. И сколько я сделал, и делали вы, я не знаю, это может быть, раз в пять больше или того больше. И которые вы не доделали на полы, на шкуриные, я их ошкурил вы. И все. А там осталось, которые успеем или не успеем. На разные штырьки где-то. Все, с Богом. Ангелы, герои, все возникли здесь. Да, я ухожу.